Всем привет! Сегодня 26 марта. Не забуду сказать, что мы на даче. Не забуду сказать, что мы на даче. 26 марта 2020 года это мой блог «Мой 2020 год», в котором я записываю уже не каждый день, как в прошлом году, но иногда записываю какие-то события, которые хочется потом вспомнить. И вот сегодня такое событие. Во-первых, в стране и в мире коронавирус, эпидемия. Мы с таким на нашем веку еще не сталкивались. И запретили вообще куда-либо выходить. Ну, точнее сказать, не рекомендовали, но старшему поколению запретили. Мы сидим дома, уже перестали ходить в коворкинг работать, потому что офис уже давно довольно перестали, уже недели две, наверное, здесь не больше. А вот мы ходили в коворкинг рядом с домом, теперь уже и туда не ходим. Вот уже второй день мы дома, все на карантине. И сегодня теплая погода, светит солнце в тени на балконе на 22 градуса, хотя официальная погода 13, но это на солнце, видимо, балкон нагревается. Мы с Камилюшкой. Да, мы на даче, это не балкон. В общем, осваиваем новую реальность. Ты кого там увидела? Баба! Беда! Мы пускаем пузыри. Мы пускаем пузыри. Мы пускаем пузыри. Продолжение следует... Дружка, как тебе на балконе гуляется? Очень хорошо. Потом вы придете, и вас будет видеть, что реально балкон и стены в том числе. Да. Ты еще и стены угадил? Да. Где? Не пугай меня. А, ну вроде там нормально. Да, вот дожили мы. Что, гуляем? Скоро я их угаду. Да, молодец. Вот такая вот новая реальность. Папа, вы видите коридор и поняли нянек и зырек в однолетнем. А, это я поменяю колясочкой твоей. У ребенка новая игра. Ребенок построил баррикаду. Дружка зачем-то баррикаду построила? Чтобы я пошел, естественно. Значит, сейчас колючки подвину. Колючки? Тут точно не вошли. Кто хочет сродиться? Мне еще дали дорогой. Да, Алешка, ну там тебе обедать уже пора. Я не хочу обедать, ясное дело. Леша никогда не хочет кушать. Ну, ясное же дело. Ясное дело. Вот так вот ребенок развлекается. Маленький террорист, какие ты там условия выдвигаешь? Что я хочу кушать, а у тебя там... А я твои выберу, я не открою, я сама не уйду. Да ты держи! Иди, Коля. Все равно у меня тут еще баррикады. Баррикады. Походи кушай, там же еду тебе положили, Леша. Ребенок, да хватит баррикаду строить. Ребенок. Вот так вот папа Рома на карантине работает дома. Ему никто не мешает, вообще никто, как вы видите. Никто не мешает папе Роме? Тебя зовут, Данилюшка, беги кушать. Но они не согласились на мои условия, я ее не открою. Не согласились на мои условия, я ее не открою. Вот так вот. Поэтому буду сидеть на стуле и ковырять козявку. Давай, пойдем кушать. Нет. Ну, пойдем кушать, Люшка, ну как нет-то? Пойдем. Люха. Данилюшка у себя на даче хочет что-то рассказать. Просто папа ищет мелкие, а я разукрашиваю всяких животных, какие бывают. Не как хочу, а просто тут нахожу картинки, которая нравится, еще разукраска такой тут и крашу. Здорово. Ну просто я рисую сначала вот эти вот тут, потом написываю вот так, а потом я разукрашиваю их. Вообще вся ситуация очень и сложная, и тяжелая, тяжелая, потому что гибнут люди, и каждый день новые случаи заражений. Сегодня в Москве 189, кажется, уже новых случаев, что уже сильно больше, чем вчера, а вчера сильно больше, чем до этого было. И что делать, пока непонятно. Всех изолировали. Путин выступил вчера, на мой взгляд, вообще ни о чем. Кстати, какой-то стою еще домой, дубинками загоняют. Бувь, дубинками домой загоняют, да, где-то Даниэль увидела по телевизору. Ты порисуй пока, я тут пока поговорю, расскажу. И получается, что вместо того, чтобы помогать малому бизнесу, вот такому, как мой, совсем малому, да, где я сам себе начальник, наоборот, вставляют палки в колеса. То есть получается, что у бизнеса никаких доходов нет, но при этом надо людям, хипешникам платить налоги, и им все это перенесли на чуть-чуть попозже. То есть вместо того, чтобы людей вообще освободить от уплаты налогов за этот период, да, им просто дали отсрочку, что вы ничего не зарабатывали. Но потом, когда у вас будут деньги, вы заплатите все равно налоги. То есть это какая-то дикость вообще нереальная. То же самое с кадастром, например, где собственник офиса своего, нам кадастров там с пяти тысяч, а это налог у нас был тысяч пять или семь за то, что мы собственники, мы купили собственный офис, и теперь за это еще платим налог на собственность помимо коммунальных платежей и прочих. И этот налог нам сделали уже порядка 75 тысяч рублей, тоже вообще за воздух. И все эти траты, к сожалению, никто не отменял. И много других таких же моментов, где государство могло бы пойти на время кризиса навстречу, но государство пока что дает только отсрочки. Что, Алешка, ты мне принесла? Смотри, читай про... Поэтому мы пока на даче. Смотри. Кто? Вот, смотри. Вот написано, что это специальный маркер. Понял, понял. Специальный маркер, инструкция. Вот, читай, изучай. Буду изучать. Поэтому проблем много, вопросов больше, чем ответов. Я надеюсь, что наше государство включит мозг и все-таки что-то сделает для именно малого бизнеса. Потому что бизнесы вокруг закрываются стремительно. Я вижу и по друзьям, и по конкурентам, и по другим областям. И, конечно, пока все очень грустно. Радует только вот этот человечек. Я написал сегодня даже несколько писем в департамент труда и социальной занятости. Даже на бирже труда загинул вопрос вообще, а что делают в таких случаях. Потому что, в принципе, в моей жизни таких ситуаций никогда не было. Чтобы вот так вот весь бизнес, вся работа была парализована. И не от того, что нет заказов, а их просто не может быть. Потому что государство, ну, по понятным причинам, форт-мажорным запретило и закрыло. И массовые мероприятия, и все заведения, и площадки, конференц-залы, рестораны и так далее. И я, как и тысячи моих коллег по всей России, остались вообще без работы. Люди как-то там переориентируются. Кто-то уходит в такси работать, кто-то еще куда-то. То есть какие-то такие специальности люди выбирают, чтобы хоть как-то выжить. У нас, конечно, есть определенная подушка финансовых запасов, которые тоже не вечные, и которые рано или поздно закончатся. Это, конечно, упугает. Поэтому сейчас реально непонятно вообще, чем заниматься и в какую сторону дергаться. То ли ждать, когда это все закончится и снова будет хорошо. Но никто не знает, когда это закончится. Поэтому сейчас, конечно, придется искать какие-то резервные варианты. Правда, еще пока непонятно, в какую степь дернуться. Но, честно говоря, это такой шок. И я надеюсь, что когда-нибудь об этом времени будем вспоминать с таким легким ужасом. Но все-таки будем именно вспоминать. Такое не будет продолжаться вечно. Как когда-то, я вот даже помню в 90-е годы, когда вот это был путь, когда в стране там стреляли даже снайперы там по людям. Я помню, как мы в школу шли и восьмерками бежали. Реально был такой период. Вот я думаю, что это просто детская, там, детский завихрень был. Мы перестраховывались. Нам вряд ли что-то угрожало. Но мы знали, что могут, могут по людям стрелять. И по людям стреляли. Мы, зная это, вот именно маленькие дети, школьники, бежали восьмерками в школу по дворам. Специально выбирали такие места. Спрятались за деревьями. То есть у нас была мысль, что нас могут убить. Вот такой вот остался из детства. На дачу? Ребенок меня зовет на дачу. Ладно, что-то проходит. Надеюсь, все это пройдет. Мы поехали на дачу. Поехали. Это меня заяц зовет, который грызет морковку. Это маленький зайчишка. Орлята учится летать. Орлята учится летать. Опасно спорить с высотой. Еще труднее езжать непременно. Но жизнь не зря зовут. Порюмой и рано-нан. Че трубить, а ты бой, бой, бой. Орлята учится летать. А где-то рядом шеющут птицы, Что так недолго и разбиться, Что вряд ли стоит рисковать. Раз, два. Орлята учится летать. Ну и что ты не поешь? Что ты не пела-то? Орлята учится летать. Это мы сели с Даниленком кушать. Даниленок, а ты чего таскаешь у папы? Нет, я свои тарелки. Подожди, вот таскает. Да нет. Вот моя, вот твоя. Наглая мышь таскает у папы макароны. У папы что, вкуснее? Да? И больше. И побольше? А я хочу побольше макароны, чем у всех. Кушай на здоровье. Вот так вот и живем. В изоляции. На джунгле бабу, вон какой корень распустил. Его можно вытащить, а тебя не вытащишь. Вон какие корни себе наплел. Был вот такой корень. Да, быстро растет. Так, Данилка, Лешка спряталась. Ее никто не видит. Сюрприз! Вот так. Хороший номер придумала. Со скрипом уложили дочку спать. Я отвоевал право посидеть за ноутбуком. И уже, наверное, второй, а может быть даже третий день я работаю над вторым выпуском своей программы, которую недавно запустил. Диалоги с легендами на Ютубе, где я встречаюсь с интересными людьми и снимаю, беру у них интервью вместе с профессиональным видеографом. А вот сейчас у меня на очереди мой следующий выпуск с контр-адмиралом флота Советского Союза Винником Алексеем Григорьевичем, который вот... Мы сняли этот выпуск еще в ноябре, но он у меня лежал в архивах, и сейчас я собрался. Собрал огромное количество фотографий, даже видео, вставок. В общем, я надеюсь, что это будет грандиозно, интересно, эпично, исторично. И вот как раз вот сейчас мы видим, как он мне показывает мяч с автографом моего папы, олимпийского чемпиона Владимира Алькимова. Словом, выпуск будет интересный, и вот так вот в самой изоляции я продолжаю заниматься не только поиском работы и мыслями о том, как дальше жить, но и творчеством. Таким вот был этот день, 26 марта 2020 года. Пока-пока.